Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами снова будем играть в спор! Сегодня евгенианцы станут высшим существом. Они должны достичь центра галактики, центра вселенной, центра вообще всего. Вот наша родная планета. У нас задание. Нам необходимо побывать на планете пират. Всё понятно, пока. Где у нас планета пират? В смысле? Что-то странное. Погодите. Она не сохранилась? Погодите, как такое может быть сейчас? Она не сохранилась. Игра просто меня поимела. Она меня откинула назад в развитие. А помните, мы же находили других евгенианцев на другой планете? Мы существ таскали туда-сюда. Боже мой. Окей, сканируем. Боже мой. Ещё хуже стало мне теперь. Это какой-то день сурка. О, посмотрите город. Чувствуется почерк евгенианцев. Видите, всё повторяется. Ладно, сканируем. А, точно. Ещё один евгенианский корабль. Всё, да, нужно атаковать. Я помню, это уже всё было. Один сдох сразу. Ракеты закончились. Не, они у меня производятся. У меня мини-фабрика прямо на корабле. Звезду ли ещё не такого мини. Он ещё из шляпы кролика вам достанет. А потом из кролика достанет ракету протонную. А потом из ракеты достанет шляпу. И из неё достанет кролика. Он такой, стоп. Почему я снова это делаю? А потому что не сохранил игру, блин. Ладно, возвращаемся домой. Я не знаю, как нам теперь быть. Мы столько... Вот столько всего у нас там было. Столько прогресса. И снова мы создаём колонию. Давай, город. Плюх. Сейчас вырастет. Окей, поздравляют меня. Мы создали империю. Но хочу ли я вообще как-то с ней париться? Есть ли тут люди? Есть. Ну, тусите сами. Мы на своей планете сами придумывали, как развиваться. Сами развивали технологии. Так что вот, работы у вас полно. Смотрите, мы нашли инопланетную цивилизацию. И теперь будем сейчас с ними общаться. Знаете, кто такие? Это империя обезьяна. Обезьяна, это получается обезьяна только без О. Давайте наладим торговлю. Окей, мы не можем этого сделать, пока мы не выполнены на задание. Лететь я сейчас на планету Лисордо и собрать образцы всех животных. Всех животных и растений. Где теперь эта планета? Лисордо. Вот. Так, нам что-то показывало, я пропустил. Даже если бы я не пропустил, вы бы всё равно не увидели, потому что я бы на монтаже вырезал. Смотрите, какие смешные. Так, давайте возьмём луч. Гравилуч. Возьмём образец. Вот. Собрал. Вот эти, смотри, какие смешные штучки, волосатенькие такие. Надо взять. Вот это. Надо взять. Все образцы собраны, быстрее. Всё, забирайте, это ваше дерьмо. Зачем люди вообще осваивают космос? Вот такой скукой заниматься? Зачем? Окей, давайте я попробую вот так, в наглую просто. Где у нас там центр? Вот он светится. Мы максимально отзумим. И всё, полетели. Но сначала подзар... А, мы не сможем долететь, нам нужна будет энергия. Межзвёздный двигатель 2. Увеличивает дальность полёта космического корабля. А, мы не улетим далеко? Но нам нужен для этого курьер 1 и космический турист 2. Эти две награды. А также нужен малый топливный бак. Короче, нам нужно будет поставить себе батареи. Точнее, купить их кучу. Топливный бак, запас прочности. Вот эти четыре штуки нужны. Я так понимаю, что туриста космического мы повышаем, если просто тупо летаем по планетам. Ну ладно, у нас нет космического туриста, конечно, крутого. И нет супердвигателя. Но... Оу. Получен значок отличия космических туристов. Так, смотрите, мы можем малый топливный бак купить. Итак, у нас задание похитить артефакт. Почему похитить сразу? Просто взять. Мы ловим сигнал. О, вот оно. Просто берем гравилуч и забираем. Возможно, что-то дорогое. Мне только одно волнует. Сколько он стоит? За 67 тысяч. Вот как у нас зарабатываются деньги. Итак, лучше мы возьмем, найдем центр. И туда полетим. И будем по пути всякие различные планеты. Вот. Сейчас на артефактов насобираем. Заработаем. О, нет. Боже мой, на нас напали. Ой, как страшно. Ой, засада. Они лечат друг друга. Все, у них хиллер. Тусик. Как будто бы это когда-то меня остановило. Евгений не оставляет следов. Только осколки кораблей. Вот это мы оставляем, конечно. Найден какой-то объект. Забираем. Тяжелый. Смотрите, очень тяжелый. Найден артефакт. Розовая порода. Блин, это будет дорого стоить. Смотрите, здесь кто-то есть, кажется. Вы дружелюбные? Империя. Рогатый выкрутас. Слушайте, как общается. Здесь неприятно. Я думал, у него такого тела должен быть голос погрубее. Хорошо, я евгениянец. Пусть все твои миры будут плодородные. Ой, все, они добрые. Это хорошо. Давайте поторгуем с ними. За сколько? За 67 тысяч? Забирай. Так, он смеется надо мной. Я что, продешевил? Не понимаю. Давайте смотрим. Вот этот путь. Скорее всего, нас доведет. Нет, ушки. Тут не все так просто. Мы вообще никуда не достаем. Так не работает. Давайте спросим у бога. Как добраться до центра галактики в спор? Быстро. Смотрим. Короче, 35 батареек. Ах, межзвездный двигатель 5. И для этого нужен космический турист 5. Или курьер. Ой, боже мой. Чтобы получить знак отличия космический турист, выполните не менее полторы тысячи межзвездных перелетов. Полторы тысячи. Погоди, вот так это делается? Погодите, как он это сделал? Это считается. Так, хорошо. Давайте попробуем это сделать. Звездный турист 2. И так надо будет полторы тысячи раз нажать. Хорошо. Понеслась. 97. 98. 99. 1500. Есть. И межзвездный двигатель тоже доступен теперь. Сколько он будет стоить только? Мы его даже купить не можем, поскольку нам нужен сначала четвертый, который стоит 750 тысяч. Боже мой, я просто умираю внутри. Я мертв. У меня души больше нет. Все. На следующий день. Короче, ребят, это уже следующий день, я снова играю в эту игру, записываю вторую часть этого выпуска в надежде, что я сегодня смогу добраться до центра галактики. У нас космический турист пятого левела, а значит мы можем себе супер межгалактический двигатель пиндюрить прямо себе в одно место. Но нам нужно куча денег, соответственно сейчас цель это найти много денег. И только добычи разных полезных и дорогих артефактов мы сможем добиться этой цели. Но пока ни одного артефакта нигде нету. Как вы думаете, стоит пожертвовать 150 косарями, чтобы выполнить задание с колонией? Давайте, ладно, сделаем это. Сделаем колонию себе. Может быть, нам что-то откроется. Андашки. Маленькая зеленая планета. С кучей неприятных мест. Фигак. Радуйтесь, евгенианцы. Вы теперь живете на этом богом забытой планете. Давайте пойдем просто завершим задание. Пока, ребят. Не скучайте тут. А это что такое средний топливный бак? Купить, конечно. Все, мы теперь можем дальше летать. Я думаю, для приличия нам нужно все-таки попробовать одну из наших планет, наших новых колоний сделать обитаемой. Вдруг это поможет нам больше денег зарабатывать. Давайте просто генератор атмосферы купим и там посмотрим, будем от этого исходить. Ну что, генератор атмосферы понеслась. Вот это он надымил. Стабилизация терраиндекса, поздравляем, он повышен, терраиндекс который. На планетах с терраиндексом Т1 уже возможна жизнь. Чтобы увеличить стабильность терраиндекса, посадите на планете по одному растению каждого из трех размеров. Действуйте быстро. Ааа. Растения, быстро домой. Ну хоть что-то интересное началось. Всех растений, всех растений там посадим. Посадили. Смотрите, разрастается. Посмотрите, леса повсюду теперь. Заселение животными. Заселите планеты животными. Лучше всего действовать в таком порядке. Сначала травоядные, потом плотоядные. Все из родного дома будем тащить. У нас будет и травоядные, и плотоядные, и всеядные. И те, кто вообще ничего не ест. Тебя ждет великое приключение. Жало. Смотрите, радостное какое. Вот тебе твой друг. Веселитесь. Ну что, готовы высадиться на новой планете? Есть! Завершено терраформирование. Знаете, сделал я эту колонию себе обитаемой, и что-то счастья не прибавилось совсем. Ладно, ребят, у нас сейчас следующая цель. Набрать кучу денег, потому что мы все просрали на это терраформирование, которое нам ничего не дало. Будем искать артефакты и собирать на межзвездный двигатель 5. Поднеслось! Мальшрут проложен. Погодите, а почему здесь межзвездный двигатель стоит дешевле? 375 всего? Конечно же, купить. Конечно же, блин, купить. Знаете что? А давайте прямо сейчас попробуем. Мы тут. 15 подзарядок батареи. Просто попробуем. Купим ремонтного набора 5 штук. И полетели. Ох, летим в далекий космос. Блин, так много колоний вокруг. Я даже скучаю по тем временам, когда мы думали, что мы одни во вселенной. Я чувствую, что моя затея сейчас провалится, скорее всего. И меня там просто вынесут. Но, чем черт не шутит, да, вдруг получится. Хорош, мы почти у цели. При приближении к центру галактики становится очень трудно управлять космическим кораблем. Из-за воздействия на него различных магнитных полей и сил притяжения отдельных планет. Маршруты стали короче, чтобы повысить легкость управления. Не, ну это полное свинство. Еще меня коцают, так понимаю. Или со мной просто болтаются. Привет, ребят. Я мирный. Ааа. О, блин. Эта игра еще бесивнее, чем я думал. Так, значит, получается, нам нужно больше набора ремонтного. И больше бабла в целом. Получается, нам строго лям нужен. Вот прям реально миллион глорксов, или как там их называют, не помню. Спорлинги, точно. Потому что, я понимаю, чем ближе к центру вселенной, тем меньше я смогу перемещаться. На меньшее расстояние. А значит, продолжаем поиски артефактов. На планету Евгенианец напали гроксы? Не в мою смену, бетч. Я лечу, Евгенианец. А, а, вот ты где. Отродье гроксов. Хочет меня выносит, по-моему. Тут же произвели нового. Пожалуйста, почините меня. А кто-нибудь не хочет мне помочь? Охрененно. Нападают гроксы, пока меня строят заново. И выносит меня. Все, вот такая игра у нас будет. Мой город уничтожили. Мы городу еще один снесли. И что теперь? А где они меня делают? В каком городе они меня делают? О, прям среди своих. Они сейчас вынесут все мои города. Пожалуйста, зачем вы корабли веры вообще нужны, если вы ничего не делаете? А я буду угарный, если наша эпопея закончится тем, что просто инопланетные захватчики нас вынесли. Мы можем только наблюдать за тем, как нас выносят. О, нет. А, ну вот, осталось чуть-чуть. Где гроксы? Гроксы, будьте прокляты. Давайте вот так будем лететь. Точно, точно так будем лететь и по одному выносить. Стой. Вернись. Хотя бы одного вынести. Хотя бы одного. Сейчас. Сейчас. Так. Все, есть. Ясна тактика против гроксов. О, блин. Ну так я не учел гроксов сзади. Отбился от стая. Сейчас мы его грохнем. Эй. Из-под тишка. Звездуля дает звездулей. Ну что, кому тут звезды дать, а? Погодите, что? Спасибо, твоя помощь бесценна. Мы в неоплатном долгу перед тобой, мы отбились. Ой, какой ценой мы отбились. На планету Андашкня. На Андашки напали гроксы. А это что за планета? Это наша планета, интересно? Тем временем на планету Драли напали гроксы. За что мне это все? Ой, как-то табличка, что на Драли напали, исчезла. Кажется, Драли мы лишились. В итоге мы остались, блин, с одной планеты всего. Вернулись к истокам, так сказать. Друзья, у нас есть лям. Межзвездный двигатель 5. Теперь покупаем все батарейки. Купить. Окей, у меня есть теперь межпространственный двигатель 5. У меня есть куча батареек и куча ХП. Давайте попробуем это сделать еще разок. Мы подкрадываемся. Я хочу увидеть, господа. Стоп. Но не в том смысле, что меня убьют просто. Я хочу увидеть, что же там в центре. Подождите, вот он, центр. Вот сюда, значит, нам нужно. Подбираем. Хреново как-то все. Лечимся, не забываем лечиться. Вообще плохой путь выбрали, да? Надо линять отсюда. Мы даже не успеваем лечиться. Ланька, нам просто не повезло с маршрутом. Неправильно построили. Давайте еще разок. Окей, мы на территории врага. Надо очень аккуратно подбирать маршрут. Стоп. Какая хрень получается у нас. Хм... Нет. Я все равно куда-то далеко улетаю. Вот сейчас вообще тупик. Если мы здесь не можем пролететь. Давайте дадим себя убить. Пробираемся с другой стороны. Я фиг его знаю, что получится, что нет. Вот так облетаем. По-моему, неплохо. Или неплохо, или хрень. Так, смотрим. Ну, по идее, если я смогу долететь вот до этой части, до этой маленькой дорожки. Паша, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дотяни. Раз дотягивать, значит, летим. Не, рано радоваться. Очень хочется, но рано. Ой, как мало хп. А я лететь не понятно куда. Наверх. О, черт. Эта звезда меня обманула. Она просто наверху находится. И ей насрать на все. Вот сюда. Ой-ой-ой, налево. Ребят, ну, походу, просру, наверное. Но пытаюсь. Черт. Не трогайте. Не трогайте меня. Блин. Куда встать? В центр. Лети в центр, морозь. Лети в центр. Лети в центр. Лечись. Приветствую тебя, друг мой. Твой путь был очень долгим и совсем непростым. Тебе довелось повстречать множество существ таких разных и таких походов. Лишь единицы из них доберутся сюда, и это будет лучше из лучших. А ты, благодаря своим героическим усилиям, уже здесь. Ты заслуживаешь того, чтобы ступить на новый уровень развития. Вселенная, в которой ты живешь, лишь одна из множества. Существует бесчетное количество миров. Не видно ли населено все же связанными между собой. Твое упорство не осталось незамеченным. Теперь твоя слава не ограничивается размерами этой галактики. Настало время стать одним из нас. Одним из нас? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, шучу. Не все так страшно. Нет, правда, у тебя все впереди. Все самое-самое лучшее. Ты спросишь, а кто это говорит? Я с удовольствием отвечу. Звездуля достоин Узнать правды мироздания Меня зовут Стив Теперь тебе дарована Великая сила Да-да, сила с большой буквы Сила создавать разумную жизнь И сеять просвещение Типа я богом стал Используй ее с умом Не как я, блин И тогда однажды мы все станем единым целым Ну это я так Образно, в переносном смысле Ах да, вот еще что Мы в центре Мы тут заканчиваем кое-какие переговоры И уже почти прикупили себе одну крупную звездную систему Есть там любопытная планета Так что если будешь поблизости, заходи Позавтракаешь, окрестности посмотришь Звезда называется Солнце А планета третья по счету от звезды Получен инструмент Материя жизни Мы в центре Мы это сделали Как это было жестко Как это было сложно И долго И кропотливо И скучно И муторно Куда нас возвращают? Нет Все Теперь я понимаю, что после смерти Я не захочу возвращаться Учитывая тот геморрой, который я пережил Нет Мы как будто в систему входим И выходим из нее одновременно Вот так задумываешься Что это все вот такое вот Что это все? Что нам дали? Посох жизни Доступно только на планете Ну давай Стой, стой, стой Пошли, пошли, пошли Они меня просто Исхреначат под конец Не тут то было Божественный, богоподобный Звездюля Вернулся Стоп, доступно только на планете А что? Вот, вот планета Посох жизни позволяет мгновенно Сбалансировать экосистему Шмяк Ни хрена себе Какая классная планета Есть Жизнь Жизнь это я создал Я создатель жизни Я даже не знаю Тут в принципе Все, планета прекрасна Все жили долго и счастливо Играет музыка Играет чертовски приятная музыка Я сохраняю игру Не знаю, зачем Мы покорили этот мир С одной планеткой Где все города разрушены И только один остался Дефолтный Ааа, теперь мы наконец-таки Можем спокойно отпустить Этот мир И теперь мы посмотрим На эту галактику Ааа Тайна игры Спор У них Это лог Галактика Это логотип Спор Спор это галактика Ага Короче у меня уже крыша съезжает Ребят Огромное всем спасибо Что смотрели Это было прикольное прохождение Олдскульное Мы взяли такую старую игру 2008 год Она все равно играется Прикольно И смотрится нормально Мы скребли по сусекам И все равно прошли игру Потому что была цель Дойти до центра Мы это сделали Это не без помощи Самих великих евгенианцев А точнее это все сделали они Мы верим в них Вера крепка Ну а мы с вами прощаемся Друзья Прощаемся с игрой Спор Навсегда Я не знаю Уже смысла нет Сюда возвращаться Запомним это прохождение Как топовое Одно из самых прикольных Надеюсь вам тоже Очень нравилось Если очень нравилось То ставьте Очень много лайков Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Если вы здесь впервые Если вы здесь впервые То посмотрите весь плейлист Со спором Вам понравится Я уверен Там целая эпопея Хотите узнать Как евгенианцы От таких существ До вот таких существ Великих Божественных Доросли Смотрите весь плейлист Заново С вами был Юджин И всем Пять